Здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале Уральская Кудесница. Меня зовут Ната. Сегодня я буду делать картину из лоскутов ткани. Сразу говорю, это не мастер-класс. Это моя работа на камеру. Кому интересно, оставайтесь со мной. Понадобится мне кусок ткани. Это изнаночная сторона моей картины. Дальше вот такой кусочек тонкого сантепона. Отрез флизелина. Сама картина. Лоскуты разных тканей. Ножницы. Я пользуюсь канцелярским клеем. И также мне понадобится калька. Копировальная калька. В этот раз я буду картину делать немножечко по-другому. На моем канале уже есть одна картина. Кому интересно, пройдите, посмотрите. Я оставлю ссылку. Я хочу сделать немного по-другому эту работу. Полотенце я беру для того, чтобы сразу же можно было проглаживать картину, не перенося ее на владельную доску. Я сначала буду картину делать на флизелине, выкладывать рисунок. А только потом у меня будет уже сантепон и подкладочная ткань. В этот раз решила попробовать таким образом. Дальше я беру свою картину. Вот нарисовать-то ее я нарисовала, но поняла, что выкладывать этот рисунок буду совершенно по-другому. Итак, первое, что я делаю, я выкладываю задний план. Это тот план, на котором у меня будет девушка. Нарезала я уже маленькие кусочки ткани. Задний план у меня будет вот в таких зеленовато-сероватых оттенках. И я просто на лизелин выкладываю вот таким образом кусочки ткани. Делаю фон. Делаю фон. Делаю фон. Смотрите, фон задний я полностью выложила вот такими лоскутками. Я не стала забивать полностью флизелин кусочками ткани. Это я сделала для того, чтобы мне потом можно было также на флизелин приклеить при помощи утюга свою девушку. Как я смотрела, чтобы все кусочки были у меня на месте. Так как рисунок у меня нарисован на кальке, калька просвечивает. Я вот таким образом прикладываю свою девушку к основе. И смотрю, в изделии у меня хватает кусочков ткани. Да, все везде нет у меня пробелов нигде. Ткань вся выложена. Что я делаю дальше? Девочки, я еще раз хочу сказать, я никому ничего не обучаю. Это я делаю сама и ищу тот вариант, который бы был для меня удобен. Поэтому я делаю по-своему. Итак, сейчас я пройду на утюг. И вот эти места, которые выложила кусочками ткани, я проутюжу. Закреплю вот эти маленькие лоскутки, чтобы они у меня никуда не убежали. Вот эти, конечно, места я трогать не буду. Утюгом я прошла. Посмотрите, все лоскутки у меня приклеились. И мне кажется, такой способ, он удобный. Я спокойно сейчас, не боясь, что они у меня все разлетятся в разные стороны, могу работать дальше. Конечно, не всем лоскутки у меня приклеились. Вот эти остались, которые были наверху. Но я потом доделаю спокойно фон, когда уже буду накрывать все фатином или сеткой под завершение. Ну, понравился мне этот способ. Что я делаю дальше? Дальше я начинаю вырезать из ткани заготовки деталей основные вот этой девушки. Я уже начала вот на такой ткани телесного цвета при помощи кальки перевела лицо моей девушки. Вырезала достаточно, все просто. В итоге у меня получилось вот такое лицо, которое я вот таким образом сделаю. Дальше я перевела, простите, шелестит вот этот воротничок от платья. Потом я сделала уже пукавчики. Это все, девочки, как набросок черновой. Это как подмалевок в картине. Дальше это все будет расшиваться, отстрачиваться. И все приобретет законченный красивый вид. Это вот все так приблизительно. Потом у меня вот такая ручка. Решила я дать ей яблочко. Сначала, конечно, я хотела сделать ящерку. Но потом почему-то передумала, что яблочко захотелось яркого пятна в этой картине. Вот что-то у меня приблизительно так будет выглядеть. Это я вот только начала делать. Дальше я вырежу корону. И тоже все это сразу же пройду утюгом, приклею на клизлин, чтобы у меня это все прихватилось. А вот эти остальные мелкие детали доработки, которые я буду вырезать из разных лоскутов тканей, я буду, конечно, пользоваться канцелярским клеем. Но я вам все покажу, все покажу без объяснений. Я думаю, здесь и так понятно. Единственное, что, конечно, лицо девушки я буду рисовать акриловыми красками. Но хорошо все прорисовывать не буду, сделаю только набросок. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 вот эти места в картине мне очень нравится молодец я сама себе бонус за то что применяла несколько цветов вот фатина девочки это хороший эксперимент я фатин на лице применяла телесного цвета сверху делала фатин голубого цвета причем фатин голубого цвета у меня тоже в разных двух оттенках на короне у меня фатин с блеском видно да вот он здесь чуть-чуть блестит отливает на фон я делала обычный голубой фатин и все это высекала как как сказать многослойность была у меня я очень рада лицо девушки совершенно чистая корона с блеском а вот этот задний план и платьишко просто с голубым оттенком вот я считаю такой принцип он достаточно хороший я буду применять его в дальнейшем почему потому что это точно не последняя моя картина дальше что я сделала когда делала стежку контура девушки я поняла что вот обычной стежкой до прямым стежком достаточно не ярко смотрится нет вот выделенности поэтому я прошлась мелким зигзагом повторные посмотрите как хорошо смотрится вот этот мелкий зигзаг дальше чтобы усилить лицо своей девушки я применяла нити мулине то есть я делала еще нить мулине немножко на волосиках реснички глазки чтобы все таки было еще ярче дальше такой момент это они все нет вот в принципе можно картину уже до завершить но это точно не мой вариант я не могу без бусинок я не могу без украшательств поэтому чтобы не делать видео длинность делила на две части поэтому вот такая работа это тоже считается уже законченная работа можно сделать задник и рамочку и все картина готова да но можно продолжить продолжить расшивка вот самой красавицы чем я и буду дальше заниматься поэтому это будет вторая часть видео этой работы я думаю что она у меня будет буквально через пару дней итак сейчас покажу еще изнанку своей картины почему потому что есть один такой момент так со стульев не падаем дизайнеры из германии выпить и карвалол чтобы вам не было сразу плохо видите у меня здесь вот такие заплатки это девочки все-таки пристежки у меня хоть я делала дополнительный синтепон лицо девушки было какое-то некрасивое такое она более провальная было поэтому я сделала разрезы в ткани с помощью палочки вот так вот подбила еще синтепон дальше зашила но сейчас я еще пройдусь клеем чтоб это у меня не разошлось можно конечно было сразу пройтись клеем и делать задник но я же буду расшивать поэтому мне здесь надо все закрепить чтобы моя стежка ну то есть эти заплатки не расходились и лицо стало намного выпуклее и смотреться более интересно буду дальше работать над своей девушкой так еще раз повторяюсь кому интересно оставайтесь со мной нажимайте на колокольчик подписывайтесь на мой канал кому понравилась моя работа ставьте лайк мастеру за честность либо ставьте дизлайк если вам вообще не понравилось и если вы крутой дизайнер из германии вроде все простите это у меня такой немного черный юмор пока пока до встречи на моем канале